Вопросы. И лишь единицам удалось приблизиться к истине. Им открылись тайны прошлой жизни, вне зависимости от их убеждений и вероисповедания. В бессмертие души верят православные христиане, католики, буддисты и индуисты. Но только в Индии и в Тибете верят в то, что душа способна приходить на землю несколько раз. Анна Савченко живет в России. Сегодня она не сомневается, что души умерших уходят, чтобы вновь вернуться на эту землю. Иными словами, она поверила в реинкарнацию. Этому предшествовали трагические и мистические события. Черная полоса в жизни Анны наступила после рождения дочери. Муж Николай стал жертвой хулиганского нападения. Чудовищная, несправедливая и нелепая смерть превратила любимую жену и любящую мать в убитую горем вдову. Понадобилось время, чтобы оправиться от удара. Анна вновь вышла замуж. Родила еще одну дочь. Мечтала о сыне в память о своей первой большой любви. Но этим мечтам не суждено было сбыться. Вскоре после вторых родов была операция и приговор врачей. Детей больше не будет. Маши два годика было. Получилось так, что мне сделали операцию. Все. О детях уже речи быть не может. Вот есть две, слава Богу. Анна успокоилась и уже не ждала никаких чудес. Но однажды произошло событие, которое перевернуло ее жизнь. Началось с того, что старшая дочь попала в больницу. Вместе с ней в детском отделении лежал годовалый малыш Дима. Мальчик, естественно, не ухоженный. Ему было чуть больше года. Разговаривать он не умел. Ребенок отставал в психическом развитии. То есть год и два уже ребенок должен что-то говорить, он не говорил. Когда Анна пришла навестить свою дочь, маленький Дима попался ей на глаза. У Анны перехватило дыхание. Несколько минут она не могла ни о чем думать, просто смотрела на ребенка. Это был шок. Мальчик, как две капли воды, походил на ее погибшего мужа. Посмотрите на эти фотографии, сходство очевидно. А когда Анна узнала историю Димки, была потрясена еще больше. От ребенка отказалась мать. Она оставила его умирать в запертом доме. Плачущего мальчика случайно нашел сосед и отвез в больницу. С тех пор больничная палата стала ему домом. Анна сразу решила, она усыновит малыша во что бы то ни стало. Через несколько месяцев это произошло. Однако мальчик с трудом привыкал к новой домашней жизни. В первое время купать, до синевы криком кричит и все. То ли воды боялся, то ли Бог его знает, что оно такое было. Слово громко не скажи. Он весь вот такой фото, в уголок забьется и все. У Анны хватило сил и терпения пережить этот сложный для всех период. Ей казалось, что глазами Димы на нее смотрит Николай. Постепенно малыш начал доверять новой семье, успокоился, стал по-настоящему родным ребенком. Анна часто наблюдает за сыном и говорит, что с возрастом он все больше становится похож на Николая. Она дала Диме фамилию и отчество погибшего мужа. И знает, что ответить, когда мальчик спросит, почему папа умер за 16 лет до его рождения. Реинкарнация. Переселение души, которое стало откровением для Анны, упоминается практически во всех древних религиях. В тибетской книге мертвых момент смерти описывается как духовное освобождение или возраживили проверку. Мальчику показали несколько вещей, среди которых были вещи Кармапы 16-го, и он выбрал именно их. Мальчик был признан следующим воплощением Кармапы, а значит, осознанные воплощения продолжаются. Трудно себе представить, что этот юноша прожил на Земле не одно столетие. Сейчас Тхая Джорджа 24 года. Он живет в Индии и носит титул «Его святейшество Кармапа 17-й». Наступит день, и он напишет, где искать свое 18-е воплощение. Если буддисты относятся к перевоплощениям со всей серьезностью, то для нашей следующей героини эта тема была скорее развлечением, но лишь до определенного момента. Елена – молодая женщина, мать двоих детей. О реинкарнации не задумывалась, жизнь вела вполне заурядную. Однажды она попала на сеанс к специалисту, который погружал пациентов в транс и давал возможность вспомнить свои прошлые воплощения. Я оказалась в жизни женщины. Она была не похожей на меня комплекцией. И постепенно я стала оглядывать окружение вокруг себя. Я поняла, что я в каком-то другом времени, потому что я была одета по-другому, предметы были совершенно другие. И постепенно прояснилось то, что я была царской Россией. Одежда очень интересная, длинные платья. Я, кстати, вот тогда только и поняла, почему же я всю жизнь с таким удовольствием смотрю на эти свадебные платья. Графиня, которую Елена увидела во время сеанса, родилась в большой усадьбе. Звали ее Анна Владимировна Гончарова. Дом находился за городом. Молодая женщина в мельчайших подробностях смогла рассмотреть и обстановку дома, и все многочисленные наряды знатной дамы. Неожиданно для себя Елена абсолютно точно поняла, что графиня – это женщина, в которой находилась ее, Ленина, душа. Это она, Лена, в прошлой жизни была замужем за крупным военным чиновником. Родила двух детей. Но главным увлечением той ее жизни была политика. Я была очень яркой активисткой, очень политизированной особой, по-моему, довольно-таки вздорной. После сеанса я с удивлением обнаружила, что я по-другому отношусь к политике. Елена увидела свою прошлую жизнь от начала до конца. Момент рождения, детство, вспомнила старое дерево, рядом с которым назначала свидание. Вся ее жизнь пронеслась, как полнометражное кино. Но не было никаких сомнений, что это все реальность. В финале этого невероятного фильма молодая женщина увидела смерть Анны Бенчаровой. Я видела момент смерти графини, как я ее называю. И вдруг, когда я уже была в пространстве, над телом, вдруг в голове стало ясно-ясно. Я вдруг поняла, что как жалко, как жалко, что я всю свою жизнь угробила. Вот на эти мелкие раздоры, на какие-то политические свары. Что как мне больно от того, что такая замечательная жизнь с такими возможностями была так, в общем-то, бездарно потрачена. Кроме жизни графини, во время сеанса Елена узнала еще о нескольких своих воплощениях. В одном она жила на другой планете, в другом ее душа была душой дерева. Но судьба графини более всего повлияла на Ленину жизнь. После путешествия в свое подсознание Елена многое переосмыслила. Она поняла, что главное – это семья, дети и дом. Самые простые и привычные вещи приобрели для нее особую ценность. Лена надеется, что избежит того разочарования, которое испытала графиня. Меняется осмысление жизни как таковой. Зачем человек здесь? Что ему нужно делать? Меняется система ценностей. Человек понимает, что что бы он ни делал, он несет ответственность за каждое сделанное действие, за каждую мысль. Мы решили все-таки проверить, существовала ли та знатная дама Анна Владимировна Гончарова, которую во время сеанса увидела Елена. Мы отправились в архив, где хранятся церковные книги, в которых в XIX веке делались записи о рождении. Результаты превзошли наши ожидания. Заглянув в архивные документы, мы выяснили, что эта женщина действительно существовала. Она родилась в 1811 году, недалеко от города Санкт-Петербурга. Запись о ее рождении была сделана священником местной церкви. Смотрите далее. Экспедиция вглубь сознания. Индийский мальчик вспоминает, что в предыдущем воплощении был монахом. Специалисты объясняют, почему душа Наполеона не скоро вернется на Землю. Новые доказательства существования реинкарнации сразу после рекламы. Первые убедительные доказательства реинкарнации появились в 30-е годы XX века. В это время в Европе и Америке активно изучали гипноз и возможности его применения в медицинской практике. Одним из направлений стала регрессивная терапия. Регрессия значит возврат. Зигмунд Фрейд нередко применял этот метод в своей практике. Погружал пациентов в транс, и тот вновь становился ребенком. Переживал события, которые нанесли ему психическую травму. Затем с помощью доктора пациенты меняли свое отношение к проблеме, избавлялись от неврозов и фобий. Изучая феномен мысленного возврата в детство, психотерапевты натолкнулись на удивительные вещи. Вместо того, чтобы попасть в детство, некоторые пациенты вдруг оказывались в неизвестном месте и видели незнакомых людей. Иногда они могли сказать, как их зовут и где происходит действие переживаемых событий. Люди отчетливо понимали, что это не сон и не плод их фантазии. Отдельные пациенты видели картины, напоминающие кадры исторических фильмов об Александре II или времени Наполеона. Лет 30 назад психотерапевты, консультанты, просто те, кто работает с людьми, вдруг обнаруживали, что помогая решать кому-то какую-то проблему, они неожиданно получают вспоминания о какой-то другой исторической эпохе. На сеанс к психотерапевту люди приходят с определенной проблемой. Человек садится в удобное кресло и расслабляется. Постепенно он погружается в легкий транс, подсознание начинает выдавать различные картины и образы. Первое объяснение – все, что видит пациент, лишь его воображение. Однако ученые решили проверить, возможно, реинкарнация, о которой говорят все религии, действительно существует. Самый надежный способ подтвердить правильность этого предположения – убедиться в существовании людей, которых видели пациенты в состоянии транса. Изучением подобных фактов занялся профессор Виргинского университета США Ян Стивенсон. Он провел несколько тысяч сеансов, а затем приступил к проверке полученной информации. Было проведено масса исследований. Естественно, нашлись подтверждения. И сотни таких случаев хранятся в базе данных Международной ассоциации регрессионной терапии. Реинкарнацией заинтересовался Ян Стивенсон. Он изучал детей, которые имели спонтанную память о том, что происходило с ними в других рождениях. Ян Стивенсон все-таки решил проверить, а вдруг то, что рассказывают дети, было на самом деле. Ученый стал проверять факты, просматривать архивы, опрашивал людей, живших в тех местах, о которых рассказывали дети. Невероятно, но детские фантазии находили документальные подтверждения. Стивенсон с этими детьми ездил по всей Индии и проверял факты. И то, что представлено в его книгах, просто поражает. Потрясающее совпадение было. Один шестилетний индийский мальчик все время рассказывал, что он раньше жил в горах вместе со своими братьями. Он помнил, как он раньше выглядел, как звали его родителей, помнил свой дом, но не мог сказать, где он находится и что это было за место. Подробные расспросы навели на мысль, что речь идет о каком-то монастыре, когда ребенок назвал свое прошлое имя, исследователи объездили несколько монастырей и нашли тот, в котором действительно жил монах с таким именем в наше время. Я верю в прошлые жизни. Когда я пришла на сеанс, я увидела себя в теле какой-то девушки. Она была совершенно не похожа на меня, стояла во дворе какого-то дома. У нее была другая внешность, но я четко осознавала, что это я. А действие происходило лет 300 назад. Наталья решила узнать о своих прошлых воплощениях не ради развлечения. В ее семье начались проблемы. Сын подросток стал воровать из дома. Он выносил телефоны, бытовую технику, брал без спроса деньги. Мать не знала, что делать. Походы к обычным психологам не приносили никаких результатов. Наталья стала бояться, что мальчик начнет воровать у других и все это плохо закончится. Когда ситуация достигла критической точки, подруга порекомендовала Наталье обратиться к одному психотерапевту, но предупредила, что ее методика не совсем обычна. Реинкарнация у всех на слуху, и об этом очень много уже сказано. Я бы сказала, что для меня реальностью является не реинкарнация, а феномен прошлых жизней. Любая ситуация, которая происходит с человеком здесь и сейчас, она имела как бы подкладку в прошлых жизнях. Он пришел уже с этим энергоинформационным началом сюда и в бессознательном записано, как посыл. Сначала Наталья пришла на прием к Валентине Сергеевне сама. Она увидела несколько своих прошлых жизней и поняла, что сегодняшняя ситуация не случайна. В прошлых воплощениях у нее практически всегда возникали проблемы с деньгами, да и отношения с близкими тоже нельзя было назвать простыми. Постепенно в причинах своих проблем Наталья разобралась. Но в семье все было по-прежнему. Сын нашей героини к тому моменту вынес из дома все дорогостоящие предметы. Он совсем не обращал внимания на мать. Казалось, еще немного, и подросток окажется в тюрьме. Однако произошло событие, которое не позволило этому случиться. Наталья привела сына на сеанс к психотерапевту. Парень заглянул в свою прошлую жизнь. Когда мы начали с ним работать, да, то он нашел ситуацию, что в прошлых жизнях он чиновник, очень богатый, но не настолько богатый, чтобы вести ту жизнь, которую он бы хотел, да. Ему государство выделило определенную сумму денег. А он эти деньги присвоил. Прошлую жизнь молодого человека погубило патологическое стремление к деньгам. Князь, государственный чиновник и вор в одном лице был казнен. После путешествия в прошлое молодой человек решил раз и навсегда изменить жизнь нынешней. Его отношения с матерью стали меняться в лучшую сторону. Возникло уважение и взаимопонимание. Воровство прекратилось. Сначала я думала, что все это не поможет. Слишком уж невероятно. Но через месяц я заметила, что сын перестал воровать и выносить вещи из дома. Более того, он стал ценить то, что я работаю и обеспечиваю его. Мне кажется, что он осознал то, что он увидел во время сеанса. У методики регрессивной терапии существует множество оппонентов. Критики считают невозможно доказать, что увиденное людьми во время сеансов было на самом деле. Весьма вероятно, что в их фантазии вмешивается генетическая память или под гипнозом формируются ложные воспоминания. Ложные воспоминания формировать можно и можно достаточно легко, если человек намотивирован на формирование подобных воспоминаний. Американские ученые провели уникальный эксперимент, который доказывает, что реинкарнация существует. Возглавил исследование все тот же Ян Стивенсон. Он попытался найти связь между родимыми пятнами на теле человека и его прошлыми жизнями. Результаты эксперимента превзошли все ожидания. Профессор собрал группу людей с крупными родинками. Оказалось, что отметины на теле когда-то были ранениями и шрамами. Об этом вспоминали люди, входя в транс. Вернувшись в реальность, они с удивлением обнаруживали на месте следов от пули родимое пятно. У детей были очень характерные родимые пятна. Так вот, расследуя эти истории, воспоминания других рождений, якобы, или фантазий, он обнаружил, что в предыдущих жизнях эти люди были убиты определенным образом. И характер ранения, с помощью которых они были убиты, полностью совпадал с характером родимых пятен. И все это было подтверждено огромным количеством доказательств документальных. Более того, страхи и болезни тоже могли достаться нам из прошлой жизни. Например, искривленный из детства шейный позвонок мог быть отпечатком ранения в шею, полученного на войне в предыдущей жизни. Боязнь темноты могла оказаться следствием мучительной смерти в какой-нибудь пещере. А тяжелые отношения между супругами могли стать следствием вражды в прошлой жизни. Многие из нас жили когда-то в средние века. Так скажем, многие из моих клиентов, которые приходят ко мне, переживают жизни, которые были в средние века. В средние века творился ужас у нас на планете. Многих убивали, пытали. Человека столкнули с обрывом. Пытали, потом столкнули с обрывом. Остался в душе ужас от этой смерти. В следующих жизнях почему-то он боится высоты с детства и не понимает, почему. Вот боится человек высоты, и все. Панически. Чаще всего такие случаи в регрессиях приводят к тому, что человек вспоминает, что его убили, столкнув с высоты. То же самое с водой. Несмотря на накопленные знания и опыт, с точки зрения классической науки, бесспорных доказательств о реинкарнации нет. Однако помимо чисто научного интереса, существует интерес практический. Достоверно известно, люди, которые во время погружения в транс понимали, что увиденное и пережитое в прошлых жизнях стало причиной их страхов, после сеансов обнаруживали. Фобий больше нет. Я думаю, здесь нужно подходить не с точки зрения, есть ли инкарнация, нет ли инкарнации, как оно на самом деле, а подходить к тому, работает это, помогает это или нет, или это мешает, вредит и так далее. И сталкиваясь с этим в своей жизни, я заметил, что все, собственно говоря, зависит от того, кто проводит эти процедуры, проводит ли это человек с искренним желанием помочь человеку. В России реинкарнационной терапией серьезно занимаются недавно. Настоящих специалистов немного. Некоторые из них учились у своих американских коллег, другие разрабатывали свои методики. Сеанс реинкарнационной терапии не магия и не спиритический сеанс. Он похож на обычное посещение психоаналитика. Человек расслабляется и закрывает глаза. Дальше, в зависимости от проблемы, ведущий погружает человека в одну из прошлых жизней. Как происходит сеанс? Человек переживает внутри себя, то есть в виде образов, ощущений, звуков и так далее, других переживаний. Характеристик переживаний. Переживает какие-то сцены. Что-то видит, с кем-то общается, что-то с ним происходит. Переживает целую жизнь. Эти детали он сообщает ведущему. Некоторые сеансы характерны тем, что из них всплывает огромное количество деталей. Не все такие. К этому склонны не более 20% людей, чтобы вспомнить четко все детали. Как звали человека, в какие года он жил и так далее. Далее в программе. Кто решает, кем мы будем в следующей жизни? Тайна города Варанаси. Почему индусы мечтали умереть именно там? Как определить свое истинное предназначение? Путешествие в прошлое дает ответ на этот вопрос. Сразу после рекламы. Алексей художник. Он часто задавался вопросом, почему вся его жизнь связана с цветом и красками. Сколько он себя помнил, только искусство имело для него смысл. Несколько сеансов погружений в прошлые жизни стали для художника настоящим откровением. С их помощью он нашел ответы на многие свои вопросы. Это снятие, в общем-то, барьеров, скажем, рамок одной жизни. У меня не было страха или переживания того, что я сейчас увидел. Увидел себя и молодым, и старым. Это было очень-очень давно. И как бы то, где я был, оно не зафиксировано в учебниках истории. Оказалось, в одном из прошлых воплощений Алексей жил во времена Атлантов, где был выдающимся художником. У него были именитые заказчики и несколько учеников, которым он передавал мастерство. Перемещение в ту, скажем, изначальную точку, с которой начался процесс, с которым я сейчас занимаюсь активно, потому что я всегда задавался вопросом, почему я занимаюсь именно этим, и я не могу уйти никуда в сторону, как бы я ни пытался. Алексей осознал свое предназначение задолго до того, как узнал о прошлых воплощениях. Это характерно для творческих людей. Они обладают развитой интуицией и, что важно, доверяют ей на сто процентов. Но иногда случается так, что человек находит себя не сразу, и только суровые испытания может вернуть его на верный путь. Именно такая история произошла с Вадимом Петровым. Когда-то он был военным, а сегодня Петров единственный встит здесь, то душа выйдет из колеса сансары и воплощение на земле закончится. Если вы хотите встретиться с этим прямо лицом к лицу, вам нужно посетить один из самых древних городов мира Варанаси на реке Ганга. Город, который является не только древнейшим индийским городом, ему свыше 4,5 тысяч лет. И в индуизме считается, что смерть в Варанаси дает мокшу или окончательное освобождение. В нашей жизни это есть подготовка к чему-то более высокому. Но мы не можем выйти из этого круга до тех пор, пока не преобразуемся, до тех пор, пока не извлекем все уроки и не познаем все истины. Время рождения. Именно в них закодирована вся прошлая и нынешняя жизнь. Точной гарантии не даст ни одна методика, поскольку мы пытаемся заглянуть туда, куда ни один простой смертный заглянуть не может. Главное, на мой взгляд, другое. Это четко представлять, что идея реинкарнации вполне реальна. Вот известно, что в физике основной закон — это закон сохранения. Вся вселенная живет на этом законе. Точно такой же закон действует и в нравственных категориях. И в соответствии с этим законом каждый человек получает воздаяние за все хорошее и все плохое, что он совершил в своей жизни. Далее в программе. Что происходит с душами между жизнями? Сенсационное открытие Майкла Ньютона. Ангелы-хранители. Кто они? Откуда берутся новые души, если население планеты непрерывно растет? Дежавю как доказательство реинкарнации. Сразу после рекламы. В 70-х годах в Америке психотерапевт из Калифорнии Майкл Ньютон активно изучал феномен прошлых жизней. В это время уже было собрано большое количество исследовательского материала, относящегося к предыдущим перерождениям. Однако, что происходит с душами между жизнями, исследователи во внимание не принимали. Майкл Ньютон углубил транс, в который вводил своих пациентов. В результате люди смогли увидеть, что происходит с душами между воплощениями. Они почувствовали себя чистой энергией и поняли, как устроен тонкий мир душ. Майкл Ньютон отметил, что если углубить уровень транса, то на более глубоком уровне транса то, что происходит между жизнями, проявляется гораздо более явно. И более того, он открыл, что между жизнями происходит, собственно, самое интересное. Что не мы тела, ведущие иногда духовный образ жизни, мы наоборот, мы души. Вывод, который сделал Майкл Ньютон, произвел фурор. В своих книгах ученый подробно описал все свои наблюдения. Исследователь доказал, что у каждого живущего есть духовные наставники, имеющие серьезное влияние на людей в течение их жизни. Их миссия – оберегать и направлять каждого из нас. В христианстве их называют ангелы-хранители. Эти книги, конечно, произвели фурор. Я бы сказал, не в научном мире, а просто среди людей. Они были изданы миллионными экземплярами. Майкл Ньютон потом получал огромное количество писем благодарности, потому что люди, читая их, получали удивительные переживания. Сопоставляя данные, исследователь пришел к выводу, что некоторые воплощались по нескольку сотен раз. При этом не все прошлые воплощения связаны с Землей. Есть и те, кто в прошлом воплощался на других планетах. Гипотеза о воплощении на других планетах расширяет представление о том, сколько всего душ во Вселенной. Многие задавали вопрос, как же так 500 лет назад людей на Земле было намного меньше, так откуда же взялись остальные? Теперь ответ есть с других планет. В моей практике большое количество людей было, которые вспоминали себя на других планетах. Причем очень детально описывали, что там происходит, какие у них тела, уровень развития, уровень сознания, как они общаются. Многие такие души испытывают трудности в жизни на Земле, так как она относится к категории суровых и трудных для воплощения. Часто на сеансах путешествиях по прошлым жизням видят своих знакомых, с которыми общаются в этой жизни. Исследователи объясняют это тем, что у всех у нас существуют родственные души, с которыми мы воплощаемся вместе. Родственными душами бывают не только родственники или возлюбленные. Ими может оказаться ваш сосед по дому или продавец в магазине, в которой выходили с детства. При этом неминуемо появляется чувство, что этих людей вы знаете целую вечность. Родственные души действительно существуют. Майкл Ньютон очень подробно это исследовал. Он вводит понятие группы душ. Группа душ – это некий круг, связанных определенным близостью, так скажем, душ, которые очень часто воплощаются вместе, либо помогают друг другу проходить уроки жизни, либо проходят их вместе. Но чаще всего каждая душа имеет свой характер, свои склонности и так далее и тому подобное, свои способности. И души в одной группе душ часто друг друга балансируют, уравновешивают. Веским доказательством того, что прошлые жизни существуют, является эффект дежавю. Тот самый эффект, который ощутил Карл Густав Юнг в 19 веке. Дежавю в переводе с французского означает «уже виденное». А по сути, это ощущение, что видимое и переживаемое в настоящий момент уже было, встречалось ранее и не является новым. Дмитрий Липскеров – известный писатель и успешный ресторатор. В его романах много мистики, а жизнь наполнена ощущениями дежавю. Дежавю, как правило, не бывают яркими. Дежавю – это субъективно яркое явление для человека. Вплоть до того, что ты сидишь за столом, берешь в руку чашку и понимаешь, что вот это вот с этими людьми – это уже было когда-то. Ничего яркого в этом нет. Это яркие мои ощущения от этого. Дмитрий Липскеров находит несколько объяснений дежавю. Первая версия – дежавю – это химический и пока необъяснимый процесс в мозге. Вторая версия – более мистическая и связана она с прошлыми жизнями. Буддистское представление о реинкарнации Дмитрий не разделяет, однако у него есть собственный взгляд на перевоплощение души. Есть вариация более глубокая, глубинная, на мой взгляд, что мы все-таки проживаем нашу жизнь одинаково. Что мы умираем, рождаемся вновь, проживаем абсолютно идентичную жизнь. И так бесконечное количество, число раз, и из-за этого с нами иногда случается прободение, что называется, язвы, а то прободение пространства временных плоскостей, будем так говорить. Разделяя убеждения своего творца, герои Романа Флипскерова тоже проживают несколько жизней. Умирая, они воплощаются снова и снова. Но в каждой следующей жизни убийца по-прежнему остается убийцей, а жертва жертвой. Удивительно, что несуществующие персонажи иногда дают о себе знать, как бы воплощаясь в реальной жизни. Вымышленные герои приобретают тела. Достаточно удачные вещи, которые я писал, после них всегда что-либо происходило, что касалось непосредственно этих книг. Например, в одной из своих книг у меня был персонаж Ильясов, по фамилии Ильясов, достаточно нераспространенная в России фамилия. И на следующий день, после того, как я закончил книгу, в 7 утра раздался международный звонок и попросили к телефону Ильясова. Я сказал, что они туда попали. Лишь через неделю я догнал, что такая вот вещь произошла. В последние десятилетия во всем мире все больше внимания стали уделять сферам жизни, куда не может проникнуть линейка или микроскоп. Ведутся исследования. Прежде всего изучается сам человек, его сознание и границы его возможностей. Левитация, ясновидение, телекинез. Все это постепенно переходит из разряда фантастики в реальность. Человек – это бездна. И в каждом из нас есть все, что мы можем помыслить о человеке. Вот, я не знаю, лектора Ганнибала, понимаете, до Александра Македонского. Нас никто не учит внутренней жизни, которая совершенно практически может быть независима от внешних условий. А это огромный мир и огромное приключение. И вот в этом приключении встреча со своими реинкарнациями, почему нет. Учения разных народов о душе. Религиозные обряды и традиции. Видения во время гипноза, которые совпадают с архивными данными и раскрывают тайны предыдущих воплощений. Регрессивная терапия, избавляющая от страхов. Истории обычных людей и загадочные события в жизни писателя. Исследования ученых доказывают, реинкарнация существует. И все же в это трудно поверить. Субтитры создавал DimaTorzok